Ну как российские библиотеки сейчас уже начинают массово отвечать, откуда изымаются книги иностранных агентов, либо они там остаются, но запросить их можно только если ты знаешь об этом, потому что ни в каких каталогах их нет. Вот точно так же, конечно, они будут из, что называется, каталогов интернета удалять эту информацию. Среди них огромное количество людей, это я говорю как бы по специальности, когда мне периодически надо уточнять какую-то информацию, которую я о них знаю, про них, когда я там, условно говоря, пишу какую-нибудь колонку, я помню какой-то факт, и я выясняю, что этот факт невозможно найти в интернете, потому что они прекрасно умеют пользоваться вот этими требованиями забвения, которые соблюдает и Google, соблюдает и Яндекс, и ты сможешь найти информацию только если ты заранее сам знаешь, что тебе надо искать на самом деле. Вот такая вот получается парадоксальная история, плюс они сейчас создают базу словарей русского языка, соответственно, я так понимаю, что все, чего не будет в этой базе, те слова и тот язык, на котором на самом деле мы с вами разговариваем, он окажется фактически под запретом. То есть живой, нет, изменяющийся русский язык, а побеждать будет везде в интернете, вот представьте себе, весь интернет на русском языке заговорит канцеляритом, вот этим вот советским, на котором говорит тот же самый Мишустин, или на котором написаны путинские указы. Нет, вот это примерно тот идеал мира и искусственного интеллекта, видимо, который им представляется. Ну, честно говоря, поскольку, насколько я понимаю, опыты с искусственным интеллектом пока так себе реализуются, вряд ли на нашем веку им это удастся. Вот если мы вспомнили обе-два, которых удалось вырвать, так сказать, из-за решетки, то вот есть человек, о котором хотел сегодня с вами поговорить, видел, вы в своем телеграм-канале это уже комментировали, который сейчас находится за решеткой, и, в общем-то, по делам, да, настоящая детективная история развернулась вокруг бывшего гауляйтера Севастополя, да, но там кто-то скажет детективная история, кто-то скажет, что это история о человеческой глупости, потому что вот Дмитрий Овсянников, да, это тот самый вот местный оккупант, который возглавил Севастополь после оккупации, он, естественно, попал тогда в санкционные списки Европейского Союза позже, когда его там исключили из Единой России, тоже там из-за какого-то скандала, что он вроде какой-то дебош там устроил где-то в аэропорту, ну, в общем, выкинули его из партии, он больше не являлся, значит, гауляйтером Севастополя, и в какой-то момент с него, в общем-то, санкции-то и сняли, он уже, да, каким-то образом, значит, не выполнял эти функции. Вот, и этот человек, с которого сняли санкции Европейского Союза, как-то попал в Соединенное Королевство, Великобританию, там открыл себе счета, и там-то его сразу как бы за одно место и взяли, собственно говоря. Как он туда попал, непонятно, почему он поехал, не боясь, скажем так, да, того, что из-за его поступки там правоохранительные органы его найдут. И вот теперь стоит речь о том, войдет речь о том, что его вполне могут экстрадировать в Украину, да, точно так же, как Би-2 хотели экстрадировать в Россию, потому что Россия об этом просила, вот теперь Украина ведет переговоры, чтобы этого гауляйтера переместить на территорию Украины, чтобы здесь его, естественно, судить. Как вы считаете, да, вообще, как такая история могла случиться? Ну, человек занимал такой пост, да, в оккупационной администрации, не побоялся поехать в Соединенное Королевство, где его еще и в итоге, ну, собственно говоря, арестовали. Ну, если бы мы занимались, скажем так, мифотворчеством и писали сказку, то я бы предположил самый радикальный вариант, что таким образом Овсяников пытался выйти из этой российской круговой поруки и через то, чтобы сесть в британскую тюрьму, нет, легализоваться. В принципе, не самый плохой вариант по сравнению с теми вариантами, которые его в России могли ожидать, да, ему, например, для того, чтобы отбелиться по нынешним правилам, скорее всего, надо было ехать, нет, воевать в Украину с большим-большим риском, что ему прилетит, там, я не знаю, дроном по башке, снарядом в живот, нет, или что-нибудь такое, соответственно. Или как бывшему главе Роскосмоса. Да, или как бывшему главе Роскосмоса по пятой точке, соответственно, осколком. Я думаю, что, в принципе, вот если предположить, что он действительно рисковый и резвый какой-то чувак, он мог бы так сделать, отсидеть потом несколько лет в британской тюрьме, часть капиталов через это легализовать и остаться в Великобритании по одной простой причине. Скорее всего, он там оказался, потому что у него была либо долгосрочная виза, либо, еще более вероятно, вид на жительство, а может быть, даже поддонство, которое было получено еще до того, как он пошел на государственную службу. Абсолютно этого исключать нельзя. С российской, кстати, точки зрения, это еще одно нарушение закона, за которого его могли бы посадить. Что касается выдачи его в Украину, вот это он вряд ли предусмотрел. Плюс, возможно, в реальности, если уже не фантазировать, он был уверен наверняка, что у него есть вид на жительство в Великобритании. Евросоюз по его иску вывел его из санкционного списка. Вряд ли он такой идиот, я, конечно, шутил в своем телеграм-канале на эту тему, чтобы забыть о том, что Великобритания вышла из Европейского Союза и произошел Brexit. Но скорее он просто думал, что списки так или иначе вместе они корректируют. Если Евросоюз его из санкционных списков исключил, на формальных основаниях, что он уже больше не является российским губернатором оккупированного Севастополя, то и Великобритания не будет всерьез к нему присматриваться, не аннулировали же ему вид на жительство, дали въехать. То есть вот тут еще какая-то дырка правовая возникла явно со стороны Великобритании, потому что, конечно, ему и въезжать не должны были в этой ситуации давать. Но уж если дали въехать, он расслабился, подождал, может быть, какое-то время, посмотрел, сделал несколько мелких платежей, переводов. И потом дальше стал вести свои дела, бизнес там или что-то, так, как будто все нормально. И тут-то, видимо, когда он пересек какую-то границу, отсечение, после которой начал действовать финансовый контроль, эта информация стала доступна тем, кто реально занимается отслеживанием санкционных режимов, и его быстренько скрутили. Выдадут ли его Украине, зависит от того, насколько, я думаю, Украина хорошо подготовится юридически к этому вопросу. Надеюсь, что да, это был бы очень хороший пример для многих россиян, которые ездили на оккупированные территории. Сто процентов. А вот кого кинули за решетку в России, так это жительница Нижнего Новгорода. Ее там арестовали на пять суток из-за сережек в виде лягушек с радугой. Лягушка с радугой, просто лягушка раскрашенная, да, как я понимаю. Вот, это первый случай ареста после признания в России движения ЛГБТ экстремистским, да, экстремистской организацией. Ну да, штрафы мы уже видели. Вот теперь арест пять суток, ну, по нынешним меркам и тому, какие сроки можно получить в России, вроде как немного. Однако, да, то есть действительно, ну, я изначально тоже, опять-таки, вот видите, я, эти новости, они разрушают мое какое-то понимание. Я все-таки думал, что борьба там с ЛГБТ в России, это больше декларативная такая штука для того, чтобы рассказывать об этом из телевизора, да. Ну, или прям, если будет какой-то очень неугодный, если завтра Киркоров в опал уйдет, то можно будет за его внешний вид, на всякий, там, где он в перьях, везде, там, какой-то тоже полуголый выступает, можно будет тоже притянуть за экстремизм по этой статье о запрете ЛГБТ. Теперь мы видим, что действительно этот механизм заработает, и эта жительница Нижнего Новгорода, ну, как я понимаю, она не то, что там, крайняя какая-то оппозиционный деятель великий. То есть действительно ли в ближайшее время можем видеть, ну, то, что такие случаи участятся? Да, безусловно, случаи участятся, и расширенное, максимально расширенное трактование, еще и не очень удачно опубликованного журналистами российскими оппозиционными, этого решения Верховного суда работает, активно работает, в той же самой высшей школе экономики, в московском крупнейшем, одним из крупнейших вузов, запретили, насколько я знаю, правда, в питерском отделении использовать феминитивы уже студентам в официальной переписке. Феминитивы упоминаются, на самом деле, в этом судебном решении, отнюдь не запрещены. Но так, как это было подано через медиа и раскручено в итоге, в том числе пропагандистскими российскими медиа, теперь уже и феминитивы попадают под запрет. Я не знаю, скоро ли будут сажать за слово продавщица, но шансы такие, или уборщица, но шансы такие, на самом деле, теперь возникают. То же самое, как эти сережки, которые, на самом деле, например, похожи на известного персонажа мультика советского «Летучий корабль», водяного, который тоже состоял из радуги, его же просмотр этого мультика, тоже теперь можно сажать, в принципе, на основании вот таких вот решений. Я думаю, что здесь российские власти ждут, когда происходит вот такой вот бредовый случай, активно его раскручивают через пропаганду, свою пропагандистскую машину, для того, чтобы максимально запугать население при, в общем, небольшом масштабе репрессий в реальности. И эффект есть еще до этого. На самом деле, представители ЛГБТ-движения, которого не существует, а просто люди, у которых есть собственное, скажем так, нестандартное с точки зрения Владимира Путина и его старичья восприятие самих себя, массово покидают Россию, массово бегут и ожидают, они уверены, что репрессии будут, и я думаю, что они в этом смысле правы. Особенно, в первую очередь, это консается еще трансперсон, которых сейчас лишают не только возможности осуществлять транспереход, собственно, уже лишили в России, но и готовы сажать за подобные попытки, и готовы сажать за то, что они объявляют о себе не в том поле, как это считают органы юстиции российские. Тут можно еще продолжить эту цепочку этими инициативами о борьбе с абортами на территории России. Была же уже идея запретить их делать в государство, в частных клиниках, в государственных, только при условии, если там роды будут прям быть опасностью для жизни девушки. Да, кстати, вот об этом. Как-то эта тема немного подутихла. Вот это был такой вброс или тоже, вы не удивитесь, если на это тоже пойдут? Нет, ну я же это, честно говоря, четко прогнозировал, когда началось раскручивание этой истории, что это будет как такой маятник в начале, а потом перейдут полностью к запрету. То есть в начале история должна была быть раскручена, она была раскручена. В начале начались некоторые запреты и даже обсуждения в Госдуме, потому что всем казалось, что Кремль за. Потом Владимир Путин вышел и спас российских женщин и на своей так называемой прямой линии заявил, что вот как бы головокружение от успехов, как говорил Иосиф Сталин, и в общем давайте вперед не забегать, никто аборт запрещать не собирается. Тут же большую часть инициатив законодательных на эту тему тормознули, но не убрали. Они продолжают лежать в том числе в Госдуме и в других законодательных региональных органах. В начале это делали ведь именно на региональном уровне. Избиратели, главные в России, это женщины. Путина избирает приблизительно 60-70% тех, кто вообще как-то за него голосует, это женщины. При всех фальсификациях выборов есть же люди, которые действительно голосуют. Фальсифицируют выборы, тоже женщины. Вся вот эта социальная и учительская система, на которой построена система фальсификации выборов, нет, она в значительной мере женская. Раздражать этих людей не стоит. Есть, конечно, женщины 60-70 лет, которые очень любят о морали и нравственности рассуждать, и свои аборты 50 лет назад сделали. Но в целом я не думаю, что Кремль хотел их в этом смысле сейчас перед выборами сильно раздражить. Наоборот, они сыграли в очень красивую игру. Путин спаситель, Путин пришел, всех спас, такого как Путин, чтобы не пил. Вот от него бы и сделать этого ребенка, от которого аборт не понадобится делать. А потом, после выборов, все вернется на круги своя. Они вытянут какой-нибудь, который, естественно, происходит случай некорректной работы частной клиники для начала по абортам. В России действительно это, к сожалению, есть, да и во многих других странах, когда полуподпольные клиники пытаются склонять людей к абортам, когда с беременностью все нормально, утверждая, например, что беременность прервалась, чтобы на этом заработать. Достаточно отследить эту ситуацию, бросить это в медиа. Это и через неделю можно спокойно аборты будет запрещать, что уверенно они будут делать постепенно. Они сторонники постепенности и понимают, что лягушку надо варить в молоке на небольшой температуре. Друзья, пока вы лайки поставите этой беседе, потому что вы, как всегда, не делаете это в начале, когда я вас прошу, поставьте, пожалуйста, вот сейчас в середине, да, я пока вы будете это делать, расскажу вам о том, что мы сегодня Путина несколько раз вспоминали, он же опубликовал свою декларацию, да, но не он конкретно, а Центризбирком, его как кандидаты в президенты, значит, вот показали его доходы и имущество. Итак, значит, получается, за последние 6 лет военный преступник Путин якобы заработал всего 800 тысяч долларов. Ну, там примерно, получается, по 10 тысяч долларов в месяц зарабатывал президент России. Из имущества у Путина одна квартира в Питере на 77 квадратов, да, ну, двушка получается. Гараж есть. В этом гараже что? Туда, кстати, все бы даже не поместилось, он не очень большой. А вот что у него должно было поместиться? Две Волги, одна Нива 2009 года и 1987 года прицеп. Вот, собственно говоря, и все. Прицеп Скиф. Все, что нажил непосильным трудом, да. Ну, это же вот Иван, опять-таки, да, вот мы понимаем, что они ведь, когда публикуют декларацию, наверное, может, они надеются, да, или думают, что эту декларацию, вероятно, разнесут СМИ, увидят кто-то, кто реально там ходит голосовать за Путина, например, там, да, вот может быть, эти женщины, которые его так поддерживают. Но, блин, камон, но это как-то уже прям с перегибом, но слишком уж как-то мало задекларировано. Ну, все эти истории с огромными состояниями, с дворцами, да. Нет, я не предлагал туда все это вписывать. Но вот именно две Волги, Нива и прицеп, ну, это правда смешно. Вот в чем, да, логика политтехнологов кремлевских? Я думаю, здесь Путин сам себе политтехнолог, как это часто бывает. Он хочет, чтобы это выглядело, как известная история о бестеребрении Киосифе Виссарионовиче Сталине, у которого, когда он помер, осталось два френча и трубка. Вот приблизительно под это он и косил. Но поскольку он понимает, что в нынешних условиях, ну, прям совсем это будет неубедительно, то все-таки 10 тысяч долларов в месяц, деньги нормальные для российского пенсионера. Это его бюджет до конца жизни оставшийся. Соответственно, он понимает, ну, президент, президент нормально зарабатывать должен. Да, вот он зарабатывает. А так вот живет, конечно, страна ему там резиденции-то построила. Ну, а в остальном бессеребрение к себе не берет, олигархов давит и так далее. А все остальные прекрасно понимают, что никаких выборов нету, что Путин вор, о чем давным-давно многократно говорилось. И они верят скорее в другое, как классно ему удается это скрывать. Им тоже эта история понравится. Они сядут с пивасиком и поржут. Не, ну вы видали прицеп Скиф? Ха-ха-ха, мы же знаем, что у него дворец. И я бы, если бы на его месте был, тоже бы такой дворец себе построил. Раз уж заговорили о этом процессе де-факто узурпации власти, ну, а как его называет Путин выборами, да, то давайте поговорим, конечно, и о самом громком кандидате за последнее время Борисе Надеждине. Значит, во-первых, в последнем интервью он ответил, чем он отличается от Собчак и Навального. Говорит, ну, смотрите, ну, да, Собчак в свое время баллотировалась в президенты, Навального не пустили. Ну, вот они как двое представителей. Видимо, такой вопрос был там, как оппозиция, которая хотела попасть на эти выборы, да, ну, условные. И вот он говорит, ну, вот смотрите, а Собчак, я отличаюсь четко тем, что декларирую, что я против Путина. Собчак, мол, такого не говорила. Ну, от Навального отличаюсь тем, что я, в отличие от него, понимаю Путина. Говорит, я человек их поколения, ну, их этой всей клики. Я с ними чай пил, как-то так примерно он сказал. Поэтому, в общем, мне будет проще. Я вас бы хотел попросить прокомментировать, насколько действительно Надеждин сейчас отличается от в свое время там Навального и Собчака. И не ставлю их вместе, как бы в один ряд. Однако, да, вот действительно ли, вот он прям как-то с гордостью говорил, я отличаюсь. Действительно ли так? Ну, я думаю, что он действительно отличается. Нет, вот Ксения Собчак, он отличается, ну, как минимум тем, что Ксения Собчак официально, публично перед выборами встречалась с Владимиром Путиным, и он ей давал добро на участие в выборах. А Надеждин вроде бы с ним лично не встречался. Это, кстати, значит, что его не зарегистрируют, потому что с 2004 года, с выборов 2004 года, никого, кто с Путиным этот вопрос не обсуждал, в итоге не регистрировали для участия в выборах. Ну, либо он нам врет. Тогда он с ним встречался, и тогда он тоже отличается от Ксении Собчак тем, что он скрывает, что в реальности он абсолютно как Ксения Собчак. Она это делала достаточно публично. От Алексея Навального он, очевидно, отличается тем, что он не является борцом за власть. Он не декларирует, что он собирается побеждать на этих выборах. И он действительно, очевидно, ни на каких выборах побеждать не собирается. Для российской оппозиции сейчас самое главное, что вообще кто-то заявился, кто-то что-то антивоенное умеренно сказал. Все население прекрасно понимает, что никуда он не выберется, что эти выборы не выбор, а это специальная операция по переназначению Владимира Путина на пост президента Российской Федерации. Но при этом люди, они прямо об этом говорят, они выходят, чтобы подписи оставить за Надеждина по двум причинам. Чтобы пообщаться между собой, увидеть, что они не одни такие, которые против этой войны и против Путина. И чтобы высказаться публично, собственно, против войны. Надеждина, извините за такой банальной коломбовни, у кого нет. Это кандидат против всех. И с этой точки зрения, кстати, он тоже отличается и от Навального, и от Ксюши Собчак, но опять в разные стороны. Ксюша Собчак хотела стать кандидатом против всех, и Кремль хотел, чтобы так произошло, но в это никто не поверил. А Алексей Навальный не собирался становиться кандидатом против всех. Если бы ему дали участвовать в этих выборах, он боролся бы за победу, и только за победу. Ну и последнее, да, Надеждин прекрасно их всех знает. Он отлично знает Сергея Киригенко, первого замглавы администрации президента своего, в общем, практически земляка по Нижнему Новгороду. Кстати, в Нижнем Новгороде в 2000 году тот же Надеждин на съезде российских демократов и либералов кричал, что надо валить этого президента или валить из страны. Тем не менее, потом он спокойно пошел по рукам по российским этим политическим ток-шоу и общался с ними, со всеми. И они все, опять-таки, воспринимают его как, в общем, безобидного клоуна, либерала для битья из телевизора, который там что-то вещает, а они все на него плюют, кричат и только что палками его из эфира не выгоняют. Вот его роль, и все рассчитывали, что такую же роль он сыграет и на президентских выборах. Ну, как вы считаете, напоследок, если коротко, вот то, что его поддерживает оппозиция в эмиграции, да, и призывает людей за него голосовать? Ну, не вся, да, но такие яркие представители, как Ходорковский, например, в том числе, фонд борьбы с коррупцией. Не легитимизируют ли они тем самым вот эту фикцию, которую Путин называет выборами, да, нарисуют надежды на там 1%, ну, 2%, ну, не знаю, ну, хорошо, ну, какое-то количество. И потом Путин, который наберет там свои 80 с копейками или сколько захочет, скажет, ну, посмотрите, а вы говорите, выборы у нас вот какие-то неправильные. Выборы это же не только кидать бюллетень в урну, вот у нас целый предвыборный процесс был, смотрите, оппозиция в эмиграции поддержала кандидата, мы его пустили на выборы. Вот нужен такой человек Кремлю вообще? И не делает ли наоборот, не легитимизует ли этот процесс оппозиция, когда поддерживает надежды? Ну, все-таки, к счастью, большая часть оппозиции пока призывала только подписываться за надеждами. Голосовать за него как кандидата в президенты на выборах они не призывали, потому что он пока и не зарегистрировал. Никто, и я в том числе, не верит в то, что его зарегистрируют по двум причинам, повторюсь. Во-первых, ну это как бы такая конспирологическая скорее причина, ни с каким Путиным он не встречался, соответственно, у него нет добра на участие в этих выборах. Ну окей, предположим, правила нарушились. Но есть другая причина. Российские силовики очень любят играть в секуризацию, в безопасность и так далее. Кандидат, за которого сотни тысяч людей выходили на улицы, рискуя на самом деле тем, что их вдруг начнут разгонять или эти списки передадут в ПСБ сразу же из Центра избиркома, что тоже не нулевая возможность до сих пор. И так далее. За которого якобы по опросу одной из социологических структур, которая пытается проводить какие-то соцопросы в России, не знаю, насколько они на самом деле соответствуют реальности, но более 10%. О чем радостно говорит сам Надежда. И очевидно, что он может стать точкой сборки для всех, кто против режима. И не важно, это какие-нибудь ультрафашисты или ультралибералы, это анархисты или это националисты российские. Это очень много групп, которые сейчас в полной безнадегии понимают, что делать им нечего. Но если такой кандидат появится, они, конечно, ринутся за него и агитировать, и голосовать, и все что угодно. И тогда придется фальсифицировать выборы гораздо более тяжелым образом, чем они до этого планировали. При реальной явке 15% нарисовать все нужные голоса. Соответственно, если вдруг у них еще 15% противников режима придет на выборы, это уже будет совершенно другая картина. Поэтому думаю, что его не зарегистрируют. Думаю, что если вдруг Кремль начнет играть в эту игру, он окажется гораздо умнее, чем он сейчас выглядит. И думаю, что если это произойдет, тогда российской оппозиции надо будет брать руки в ноги и быстро объяснять избирателям, что они не агитировали за Надеждина, а они предлагали поставить подписи, выйти и провести тимбилдинг. Потому что в противном случае, действительно, как минимум в глазах Украины, западного сообщества, это будет легитимизация преступных выборов. И получится, что российская оппозиция в эмиграции, с одной стороны, призывает западных лидеров не признать Питина президентом после этой спецоперации электоральной, а с другой стороны, сама же призывает кого-то там за что-то голосовать. Нет, так, конечно, быть не может. Продолжение следует...